«Семейная пара» – новый мини-сериал Netflix, детектив об убийстве, сосредоточенный на богатой семье, которая казалась идеальной, хотя за закрытыми дверями их жизнь была совсем другой. «Смерть мерит Монако» накануне свадьбы Бенджи и Амелии ведет зрителей по разным версиям, заставляя гадать, кто убийца. «Семейная драма», «Смерть и концовка», которая могла быть чуть лучше. Давайте разберем видео и обсудим все, что можно вынести из шоу. Вот объяснение концовки идеальной пары. Предупреждаю, видео содержит спойлеры. Объяснение концовки. В финале шоу мы видим, что каждого члена семьи в какой-то момент подозревали в убийстве мерит. Будь то Уилл, из-за его странное поведение и его присутствие рядом с ней перед убийством, Том хотел напугать ее, так как она была беременна от его отца, Изабелла. Потому что ребенок мерит от Тарга задержал бы выплату трастового фонда. Тому, из-за чего она не получила бы 2,5 миллиона, которые он ей должен, Тарг из-за явного романа с ней, а Грир, потому что знала об интимной связи мерит с ее мужем. Но, как в любом хорошем детективе, убийцей оказался тот, кого меньше всего подозревали. Им оказалась тихая беременная Эбби в углу, казавшаяся безобидной. Истинная причина, почему Эбби убила мерит, не раскрыта. Но есть несколько версий. Первая. Та, что Том предполагал насчет мотива Изабеллы. Том хотел занять у отца денег, чтобы они с Эбби переехали в новую квартиру, так как у них скоро должен был родиться ребенок. Но Тарг не дал сыну денег, желая преподать ему урок. Эбби это явно не понравилось, ведь она рассчитывала на эти деньги для начала новой жизни. Узнав о беременности мерит, она, вероятно, знала о тростовом фонде и рассчитывала получить эти деньги от Тома. С появлением нового ребенка это означало бы, что деньги не будут доступны еще в 18 лет. Это ее совсем не устраивало. Поэтому, чтобы решить проблему, она взяла таблетку из рулетки рецептов, измельчила ее и подмешала в апельсиновый сок, который дала мерит, а затем утопила ее. Это гарантировало, что деньги не будут заблокированы, когда Уиллу через пару месяцев исполнится 18. Я бы сказал, это самый вероятный мотив ее поступка. Однако Изабелла сказала кое-что на допросе, что может указывать на другую причину, или хотя бы второстепенную. Когда Изабеллу обвинили в убийстве, она заявила, «Красивые женщины убивают не ради денег или страсти, а ради власти и положения». Эбби знала об измене мужа и чувствовала, что ее ситуация похожа на отношения Грира. Увидев, как Том возвращается с Изабеллой, она могла убить Эбби, чтобы выплеснуть гнев и утвердить свою власть в момент, когда чувствовала себя слабой. Это также дало бы ей контроль над отношениями с Томом, гарантируя ей деньги и желаемый образ жизни. Что случилось с идеальной парой? Ну, можно сказать, что к концу шоу не стало ни идеальной пары, ни семьи. Грир, по сути, жила двойной жизнью всю карьеру, для публики семья казалась идеальной, а за закрытыми дверями все было наоборот. Никто не хранил верность, и одно сокрытие следовало за другим. Сначала эта жизнь была ей чужда, но со временем она смирилась и приняла ее. В конце выяснилось, что Бродерик Грэм – ее брат, а она раньше работала эскортом. Так она и познакомилась с Таргом. Она знала о его изменах годами, но мирилась, чувствуя, что из-за славы должна быть идеальной. Но оказавшись на грани тюрьмы за убийство, которого не совершала, она поняла, что хочет взять жизнь в свои руки и быть верной себе. Поэтому она в итоге покинула Тарг и вернулась в город, чтобы написать продолжение книги, полностью посвященной Амелии. В конце, найдя Амелию, работающей в лондонском зоопарке, она объяснила, почему никогда не любила ее, когда та собиралась выйти за ее сына Бенджи. Она призналась, что была холодна с ней из-за ревности. Ревность была вызвана тем, что Амелия почти влилась в семью, но не копировала их поведение. Она не пыталась быть идеальной, как все остальные, кто создавал этот фасад. Плюс она, вероятно, ревновала, чувствуя, что теряет сына. Однако теперь, когда она осталась одна, она хотела пригласить Амелию на ужин, и за ужином они, вероятно, поняли бы, что у них теперь больше общего, чем когда-либо, когда они были частью этой идеальной семьи. То, что Амелия ухаживала за пингвинами, животными, это упомянул Бенджи в первом эпизоде, сказав, что она рассказала ему о том, как пингвины создают пары на всю жизнь. Интересно, символизировали ли пингвины то, что их женская дружба и связь будут длиться всю жизнь, особенно учитывая тот факт, что ее книга должна была быть о ней самой. Мое мнение, этот мини-сериал оказался довольно неплохим. Он захватывал тем, что в первом эпизоде мы понятия не имели, кто был убит, и только в самом конце выяснилось, что это была Мерит. Мне понравился такой подход, ведь сериал заставлял нас гадать не только, кто убийца, но и кто жертва, что показалось довольно оригинальным и давало пищу для размышлений. Что касается персонажей, по-моему, актерский состав был хорошо сбалансирован. Были герои, за которых болеешь и не хочешь, чтобы они оказались убийцами. Были и те, кто вызывал сильные подозрения. И там были и персонажи вроде Грир, которые поначалу не нравились, но к концу прошли хороший путь самопознания. Немного разочаровало раскрытие Эби как убийцы. Это случилось в последние 20 минут финала, самого длинного эпизода, и мотив не был толком объяснен. Мы много работали, пытаясь угадать главного подозреваемого, а когда раскрыли, все просто закончилось, что разочаровало меня. Сюжет был очень захватывающим, держал в напряжении после каждой серии, заставляя гадать, кто убийца. Также многие побочные истории были достаточно содержательными. Например, все, что происходило с отношениями Тома, Амелии и Бенжи, ее сомнения о месте в семье, а также несовершенный брак Грир и Тарго, разрушавший их жизни. Шесть серий. Идеальная продолжительность для этого шоу. Больше. И могло бы показаться затянутым. Сериал оправдал звание мини-сериала, что мне понравилось. Такая длина для мини-сериала оптимальна, я доволен. Была одна сюжетная линия, которую я считал бессмысленной. Это стрелок и раскрытие его влиятельных связей, богатого происхождения и поцелуя с Амелией. Понимаю, это нужно было для осознания Амелии своих желаний, но он персонаж, который, по-моему, вообще не нужен был в сериале. Его личная история никуда не вела, тогда как у остальных персонажей было какое-то значение в происходящем. Что касается игры актеров, я считаю, что они отлично справились со своими ролями. Николь Кидман была хороша, как всегда, но Джек Рейнер особенно выделился, хотя и не был главным героем. Я, правда, поверил его персонажу и манере поведения. Думаю, он отлично сыграл. Сравнивая с недавними релизами Netflix, я бы сказал, что это один из лучших за последнее время. Как я сказал, это было увлекательно и интерактивно, в каждой серии гадаешь, кто виновен. Немного разочаровало поспешное раскрытие и, возможно, недостаточно неожиданный поворот, но это определенно стоит посмотреть, точно не пустая трата времени. Так что время потрачено не зря. Вот такое объяснение концовки идеальной пары. Продолжение следует...